Всем привет! В эфире честные обзоры отелей и жду не дождусь пока 1 числа взлетят самолеты, на которыми я надеюсь на одном из них извлечу я уже для совсем реальных обзоров. А сегодня у нас онлайн обзор отеля Vogue, который находится в Бодруме. Хочу буквально два слова о нем сказать, а точнее показать. В этом году гостиницу очень переделали. Вот на данный момент запустила сзади видеоролик, как это выглядит год назад, если отмотать пластинку назад. В этом году, 18 числа было открытие гостиницы, напомню, это 5 звезд на берегу моря. Один из лучших, забегу сразу наперед, один из лучших отелей, которые работают на питание, все включено с акцентом на отдых для детей. В этом году открыты кэндиленды, кэндитауны переделаны, горки. Немного отвлекусь. Холл, который вы сейчас видите, абсолютно изменен до неузнаваемости. Достиница была сделана вот совсем в таком пафосном-пафосном стиле. Переделали абсолютно все, в каком стиле. Сейчас вам все покажу. Вот немножечко для сравнения специально выпустила видеоряд, на сколько за год отель изменился. Конечно, основное осталось. Но для тех, кто хочет все-таки отдохнуть на высоком уровне, с процентом на детскую анимацию и на хороший пляж, что там за пляж, тоже немножко позже расскажу, потому что бодрыми они, как правило, применены в слое. Что говоришь? Можете вы сообщить? Нет. И, соответственно, я вас приглашаю на онлайн-обзор в день открытия с представителем отеля, с Хусейном, который нам сейчас расскажет и покажет абсолютно все, что они переделали, что изменили, как они готовились к открытию. Присоединяйтесь. Всем привет! Меня зовут Алла Глыева. Я напомню, я являюсь туристическим экспертом и продолжаем наш марафон со звоном с отелями онлайн-обзоры. Сегодня мы в гостях, в онлайн-гостях у отеля Vogue, который находится в Бодруме и сделает нам замечательную прогулку с акцентами на все новинки, на все изменения по отелю. Представитель гостиницы Хусейн. Хусейн, здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Расскажите нам, пожалуйста, что вы меняли. Я знаю, что у вас сегодня открытие, ищем я вас поздравляю! Да, спасибо! По поводу изменений у нас буквально все изменились. То есть сейчас сначала я хочу начинать Candyland и Candytham, что это означается. Сейчас я вам так покажу. Здесь у нас начинается Candyland, который является много аттракционов для всем. Это там, где и была детская зона раньше, да? Просто она переделана под Candyland. Хорошо. Правильно. Там у нас много аттракционов для взрослых и для детей также. То есть могу сказать, что территория очень большая, извиняюсь. Просто я сейчас бегу, вы будете удивлены об этом. Там идет очень много аттракционов. И также детский клуб у нас уже изменились. Еще называется Candytham. Сначала хочу вам показать наш Candytham. А вы говорите, много аттракционов. Пока мы идем, расскажите, какие это аттракционы. У нас там веселлю карусель. Назер так. Боулинг. Любой аттракционов. И также, как вы видите, сейчас. Закажу вам, да? Ой, как красиво. Да, пока он не готов. Но через два дня мы все будем закончить свою работу. И все будет готов. Как вы видите, там встречается большой шатур. А что в шатуре? Смотри, у нас лазер такт, боулинг и еще много игры будет для нашего гостей. Здесь вход будет бесплатно. Для всем, ну как везде, для аттракционов будут платы. Пока это неизвестно, к сожалению. И самое главное, что здесь у нас веселый море. Как вы видите, вообще, в Бодруне вы едете на побережье. Такая красота. Такой лунопарк вы не найдете. Как вы смотрели? Сейчас тоже там покажу. А можно будет приезжать из других в этот лунопарк, из других гостиниц? Для аквапарка и лунопарка, да, будут. Там будут открыты для всех. И это будет платно. Но для наших гостей здесь вход будет вообще бесплатно. И дальше. У нас здесь динопарк. Как раз его видели. Там вас притает прекрасный вид также. Динозоровцы, как самим размером, они так живые, кричат, пугают, но не считают наших маленьких детей. Я поняла. А скажите, пожалуйста, что по как раз пока мы на детской территории, что у нас с мини-клубом? Насколько возможно будет там какое-то количество детей? Или это будет только open space? Или вот вы сказали про шатер. В шатер все будут пускать? Или как-то по количеству? Потому что, да, сейчас в данных условиях дистанция. Как это будет происходить в детской анимации? Ну вот в этом, точнее отдых в этом вот вашем кэнди-ленде, кэнди-парке. Сейчас, давайте я вам сначала покажу наш аквапарт. А где кэнди-там? Мы это перенесли на другом территории, если человек. И также на месте у нас будет много разных объектов для каждого возраста. Сейчас я это тоже вам покажу. Сначала хочу вам показать про наши лагорки. Сейчас. Здесь у нас 26. Какие пироженки красивые. Уже прям хочется туда попасть, как в детство. Класс. Очень красиво будет сделано и атмосферно. Да, в Еребетском побережье такое найти даже невозможно. Кроме нас. Это будет отлично. Здесь у нас встречают 26 лоркеров. И для маленьких детей тоже будут 6 лоркеров. Это именно для маленького ребенка. Еще кобра. Как бы слонится. Тоже она на своем месту находится. С главным ходом. Вот здесь динопад. Там карцел. Там длина 55 метров. Все виды моря. И все виды бодрумия. Класс. Нигде. Такого нету. Как это нигде. В отеле ВОП есть. Уже есть. Да. Уже есть. В том году много сприжных ждут нашего гостей. По поводу изменений, я хочу сказать. Но не осталось ни один мешк, которым меня изменули. Мы полностью обновили отел, номера, текстильные материалы, аттракционы. Все устроено с ноли. Сейчас она работает на Кэмби-Тауне. Хусейн, вас как-то очень плохо слышно. Да, извиняюсь. Здесь последний стройка идет. Мы очень скоро будем это заканчивать. И все будет хорошо. Конечно будет. А скажите, пожалуйста, сколько заезжает сегодня гостей? Поскольку у вас первый день сегодня заезда, я так понимаю, гости у вас пока турецкие. Сколько гостей вы сегодня ожидаете? Мы ожидаем сегодня 250 человек. 250? Да. Класс. 250 номеров. Номеров? Да, номеров уже. Здорово. Я вас поздравляю. Это классный мега-заезд. Спасибо вам огромное. Также я хочу вам напоминать, что у нас много отзывов сейчас на TripAdvisor, на Booking. Конечно, это на Треском месте, потому что все артёсты, у нас всё местное. Но если просто хотят, они могут себя видеть на Русланске. И так же они могут это понимать прекрасно. То есть, нет ни одной жалобы, всё удивлено, всё говорят, что мы нигде так не отдыхали, такое обновление нигде не видели. А можно я вам задам вопрос? Я знаю, что в прошлом году были немножко вопросы у туристов по поводу кондиционирования в основном здании. Там уже всё хорошо? У нас всё отлично. Тоже кондиционеры обновлены. Отлично. И ещё такой системный устроили. Всем будет удивлён, потому что всё кондиционеры уже будут, например, пульт электронный, который включается на Wi-Fi. Просто даже не будут потрогать. Кто включается на Wi-Fi? Пульт. Кондиционер. Ага, всё я поняла. Уже, да, обменная техника. Теперь добро пожаловать в Candy Lens. Так вам покажу. Ой, как мило, такое всё игрушечное. Мне уже цвета нравятся. Такое яркое всё. Да. И ознакомлю вас с Ириной. Она наша менеджер. Алло. Здравствуйте. Так, очень добрый день. Ой, очень плохо слышно. Плохо слышно? Да. Ждал, чтобы вам было комфортно. Хорошо. Я сейчас... О, так удобно. Куда-то. Здравствуйте. Ну, рассказывайте нам, что прекрасного у вас в Candy Land. Что это за такое... Candy Town. Это у нас Candy Town. Ага. Candy Town. А в чём разница Candy Land и Candy Town? Тоже расскажите и мне, и нашим клиентам. Candy Town это детский городок. А вот Candy Land это уже... Это всё та сторона, это уже Candy Land. А Candy Town переводится с английского как городок. Поэтому он детский городок, конфетный такой городок. Ну, рассказывайте, что в вашем городке. В нашем городке много изменений. Если вы были раньше, то там другая была система, а здесь другая. На входе вот здесь у нас будет ресепшн. Сейчас это всё в процессе. Ресепшн – это здание администрации. Вот это очень красивое, такое розовое, фиолетовое здание. Можем пройти чуть-чуть вовнутрь. Это у нас комната для подростков. Подростки – это какой возраст? Подростки – это дети 8 лет и старше. Мы их относим к подросткам. У нас в детском городке Candy Land разгруппированы дети на возрастные группы. 0,3. Так. Я покажу ихнюю комнату. 4,7 и 8,12 и 13 и старше. Вот это комната для подростков двухэтажная. Здесь они делают, у них там есть и фэшн-комната. Они переодеваются. И днём, и вечером у них развлекательная программа. Также проводят вечером вечеринки, караоке, всякие фэшн-показы и так дальше. Здорово. Ничего себе фэшн-показы. Это же просто мечта каждой подрастающей девочки. Класс. Ну, эта комната, так она и есть, более такая девчачья, скажем так. А в этой комнате, это для мальчиков. Это наша гейм-рум. Это тоже тинейджеров. Папа. Здесь у нас игровая комната. Здесь будет и PlayStation, и VR. Также здесь будет и Lego для подростков, чтобы им, они же сейчас все современные, все такие, скажем, телефонные. Ну да, без гаджетов никуда. Да, все на гаджетах, поэтому вот здесь все самые новинки игр и PlayStation, они могут здесь также. Здесь у нас кинотеатр. Что показывают и как часто, и на каком языке? Язык мы подбираем под гостей. Ну, в основном, если у нас смешанные гости, допустим, разноязычные, то мы включаем мультфильмы, те, которые особо не разговаривают. Всем понятно. Например, там, без языка, где они разговаривают. Экшен такой показывают. И здесь у нас в обеденный перерыв, то есть с 12 до 2 идет время мультиков. И вечером также тоже, вечерняя программа, там же мультики, полтора-два часа максимум. А вот эта вот комната, да. Я хотела просто спросить все-таки про дистанцию и про помещение, как это все будет. Это будет как-то контролироваться или раз все гости проверены, то ограничений по количеству не будет. Потому что в разных отелях, вот по-разному, где-то будут проводить анимационные программы только на открытом воздухе, где-то можно будет входить и в помещение, но как-то лимитировано или по записи. Поэтому у меня вопрос, как это будет в вашем отеле. Как раз я хотела рассказать. У нас в основном вся программа на открытом воздухе. И все игры мы проводим на открытом воздухе. Единственное, что маленькая возрастная категория 0,3, вот их комната, они будут здесь. Но также в лимитированном количестве. Максимум 10 человек и только с родителями. То есть, если это один кто-то из родителей, мама, папа, то поэтому 5 детей. А можно вопрос, что... Да, что можно делать? То есть, я так понимаю, от нуля до трех детей оставлять нельзя только с родителями. И тогда вопрос, что в этой комнате, что могут делать такие детки в... А там у них куча разных развивающихся настольных игр, всякие игрушки. Естественно, единственное, что в этом году у нас не будет никаких плюшевых и тканевых игрушек. Будут все игрушки, которые можно продезинфицировать. Которые пластиковые, резиновые. Плюшевых игрушек не будет, которые они, чтобы могли там... Ну, в связи с этой пандемией, скажем так, мы эти игрушки не используем. А так у них там достаточно занятий. У них там и развивающих... Ну, рассказывайте нам, что прекрасного у вас в Кэнди Лэнде. Что это за такое... Кэнди Таун. Это у нас Кэнди Таун. Ага. Кэнди Таун. А в чем разница Кэнди Лэнда и Кэнди Таун тоже? Расскажите и мне, и нашим клиентам. Кэнди Таун это детский городок, а вот Кэнди Лэнд это уже... Это все та сторона, это уже Кэнди Лэнд. А Кэнди Таун переводится с английского как городок. Поэтому он детский городок, конкретный такой городок. Ну, рассказывайте, что в вашем городке. В нашем городке много изменений. Если вы были раньше, то там другая была система, а здесь другая. На входе вот здесь у нас будет ресепшн. Сейчас это все в процессе. Ресепшн это здание администрации. Вот это очень красивое такое розовое-фиолетовое здание. Можем пройти чуть-чуть вовнутрь. Это у нас комната для подростков. Подростки это какой возраст? Подростки это дети 8 лет и старше. Мы их относим к подросткам. У нас в детском городке Кэнди Лэнд разгруппированы дети на возрастные группы. 0,3. Так. Я покажу ихнюю комнату. 4,7. И 8,12. 12 и 13 и старше. Вот эта комната для подростков двухэтажная. Здесь они делают, у них там есть и фэшн-комната. Они переодеваются. И днем, и вечером у них развлекательная программа. Также проводят вечером вечеринки, караоке, всякие фэшн-показы и так дальше. Здорово. Ничего себе фэшн-показы. Это же просто мечта каждой подростающей девочки. Класс. Ну, эта комната, так она и есть. Более такая девчачья, скажем так. А в этой комнате, это для мальчиков. Это наша гейм-рум. Это тоже тинейджеров. Папа. Здесь у нас игровая комната. Здесь будет и PlayStation, и VR. Также здесь будет и Lego для подростков, чтобы... Они же сейчас все современные, все такие, скажем, телефонные. Без гаджетов никуда. Да, все на гаджетах. Поэтому вот здесь те самые новинки игр и PlayStation, они могут здесь также. Здесь у нас кинотеатр. Что показывают, и как часто, и на каком языке? Язык мы подбираем под гостей. Ну, в основном, если у нас смешанные гости, допустим, разноязычные, то мы включаем мультфильмы, те, которые особо не разговаривают. Всем понятно. Например, там, без языка, где не разговаривают. Экшн такой показывает. И здесь у нас в обеденный перерыв, то есть с 12 до 2 идет время мультиков. И вечером также тоже. Вечерняя программа, там же мультики. Полтора-два часа максимум. А вот эта вот комната... Да. Я хотела просто спросить все-таки про дистанцию и про помещение. Как это все будет? Это будет как-то контролироваться? Или раз все гости проверены, то ограничений по количеству не будет? Потому что в разных отелях, вот по-разному, где-то будут проводить анимационные программы только на открытом воздухе. Где-то можно будет входить и в помещение, но как-то лимитировано или по записи. Поэтому у меня вопрос, как это будет в вашем отеле. Как раз я хотела рассказать. У нас в основном вся программа на открытом воздухе. И все игры мы проводим на открытом воздухе. Единственное, что маленькая возрастная категория 0,3, вот их комната, они будут здесь. Но также в лимитированном количестве. Максимум 10 человек и только с родителями. То есть, если это один кто-то из родителей, мама, папа, то поэтому 5 детей. А можно вопрос, что можно делать? То есть, я так понимаю, от 0 до 3 детей оставлять нельзя только с родителями. И тогда вопрос, что в этой комнате, что могут делать такие детки? А там у них куча разных развивающихся настольных игр, всякие игрушки. И, естественно, единственное, что в этом году у нас не будет никаких плюшевых и тканевых игрушек. Будут все игрушки, которые можно практично тестировать. Которые пластиковые, резиновые. Плюшевых игрушек не будет, которые они, чтобы могли там, ну, в связи с этой пандемией, скажем так, мы эти игрушки не используем. А так, у них там достаточно занятий. У них там и развивающие, мы проводим здесь и early learning системы, и мантисторию системы. Все эти материалы мы используем в детской маленькой комнате, и они могут там себе играть. Родители как могут вместе с ними играть, так как могут отдыхать, сидеть, просто наблюдать за ними. Также у нас там будет педагоги, которые тоже с детьми будут в это время заниматься. Отлично. Вот, чтобы родители могли тоже побыть в Инстаграме. Тоже вариант. Также у нас, да, также у нас в Кэнди Тауне есть своя сцена и амфитеатр, где мы проводим спортивные активити, йога, также вечеринки, различные мероприятия. Все теперь у нас будет на месте. И в этом году также у нас здесь будет кафетерия, где также родители вместе с детьми могут и покушать, и отдохнуть, приятно провести время. Здорово. А до которого часа работают вот Кэнди Лэнды, Кэнди Таун, до которого часа они открыты, и до которого часа их можно оставлять, вот так скажу? Ну, до которого часа есть... В данный момент мы работаем с 10 до 12, и с 12 до 3 у нас проходит дезинфекция, и вечером с 3 до 5 также проводится активити. Ну, даст Бог, это все закончится, и мы вернемся в прежнее русло, и тогда будем работать с 10 до 6, естественно, с обедом на перерыв, чтобы провести дезинфекцию здесь, и вечером тогда с 8 до 10. А амфитеатр, вот детский тогда, когда он работает? Ну, сейчас по законам Турции, и в связи с этой пандемией нельзя проводить какие-то вечерние массовые мероприятия, поэтому амфитеатр, мы надеемся, что это все скоро закончится, и мы сможем также проводить наши мини-диски, вечерние шоу, и очень надеемся, что это все пройдет. Отлично. Это пока временно. Ну, конечно. Это, ну, вот завтра сказать, либо там на днях сказать, что все, вы свободны, и можете, и мы, конечно же, с удовольствием, потому что мы тоже соскучились за сценой, соскучились по деткам, без них скучно, да. Абсолютно согласна. Но очень хочется надеяться, что, ну, вот наши рейсы, например, начинают летать в Турцию, да, с Украины с 1-го, с 3-го июля уже заявлены чартовые рейсы. Вот, отлично. Да, поэтому мы тоже очень-очень ждем. У нас здесь весь персонал говорит на английском, часто на русском, разговаривают все педагоги, все образования, все сертификаты. Так что не переживайте, ваши гости будут и их дети в надежных руках, не будет им не скучно, будет у них незабываемый отдых. Здорово. Спасибо вам огромное. Я так понимаю, мы уже все, да, весь городок прошли. Вы все нам уже показали? Или осталось еще что-то? Комната вот 03, которую я вам шла-шла, не дошла. Также у нас там, давайте я вам покажу. Она разделена на несколько комнат. Здесь также все подготовка, дизайн делает. Здесь отдельная комната, здесь, а также у нас есть спальня. Где детки те, которые устали или на дневной стон, родители могут здесь с ними вместе находиться, уложить, поспать. Чтобы не идти в номер, я выняла. Да. Отлично. Но здорово. Ну, это кафетерия и амфитеатр, я уже вам о нем говорила и показывала. А также у нас будет здесь площадка. 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 В кафетерии пока у меня точной информации нет, это уже потом у Хусейна спросите, как будут работать часы и что там будет. Также у нас вот здесь будет детская игровая площадка, где дети также могут веселиться. Прекрасно. Хусейн, возвращайтесь к нам. Да, сейчас я тогда передаю Хусейну. Будут работать. Это здорово. Я думаю, что вы однозначно закончите все уже строительные работы до нашего приезда, до первых чартеров с Украины. И все уже будет предоставлено нашим гостям. Правильно. У нас почти все закончится, кроме кендилент и кендита. Ну, то есть можно сказать, что здесь на самом деле всякий, стройка уже кончилась. Есть какой-то решет, который нам нужно сюда поставить. И очень скоро уже все будет готово. Ну, кроме кендилент и кендита, сейчас я вам покажу. Наш лобби, главный ресторан, бассейн, пляж, алиокарты, номеры. То, что есть, оно уже все готово. Как вы видите? Прекрасно. Сейчас я проверю камеру. Конечно. Давайте. И жаль, что мы созваниваемся в такое время. Нужно было созваниваться, когда уже ресторан открыть, чтобы вы нам показали видео. Но я очень надеюсь, что вы это снимете. Конечно. И пришлете. Мы довключим это в наш ролик. Обязательно. Чтобы люди видели, как происходит All Inclusive. Да. Мы это всегда снимаем. И разберем свои фотки к вам. И в любом времени мало что показать. Сейчас. И хочу напоминать вам про погоду. Здесь отличная погода, как вы видите. И влажность вообще здесь нету. Это очень комфортно. Слепсия. Поэтому Эгейское море и воду. Это самый лучший вариант. Слепсия. Как вы видите, это наш площадь. Очень зеленая территория. И у нас также территория называется Национальный парк. Здесь везде дерево, как вы видите. Свежие они все. Свежеприготовленные. Свежевыстраженные. Да, да. Обязательно. Нет, но территория у вас однозначно зеленая, красивая. И вот для зрителей, для того, чтобы была понятна логистика, мы сейчас были в самом заднем, наверное, конце территории. Там находится Candy Land, Candy Town, где раньше была детская анимация вся. И там же находятся анекс номера. Сейчас мы дошли вот до рецепшен. И, как видно, здесь нету дороги. То есть разделять на первую и вторую линию отель не стоит. Усейн, продолжайте. Да. Сейчас мы продолжаем. Это наш главный ход. Как вы видите, все обновлено. Ну, по-новому, да. Да, рецепшен. Также здесь вам встречает наш guest relation. И про COVID-19. Все такие принятия уже мы принимали. Здесь у нас дезинфектор. Мы проверяем температуру наших рабочих каждый день. Преревно. И наших гостей. Поэтому так ничего не может быть. Здесь везде маркер, который показывает социальную дистанцию. Это наш новый ресепшен. Сейчас хочу вам показать так, чтобы вам было более понятно. И дальше мы продолжаем. Мы продолжаем показать наш новый выпуск. Можно я вам сделаю комплимент? У вас очень стало намного стильнее. Потому что, ну, мне нравился ваш отель, конечно. Но вот помпезность, золото, да, вот такой вот был стиль, он все-таки на любителя. А сейчас, конечно, он более такой модерн, лофт, не знаю, класс. Мне очень нравится. Вы зависли. Усейн, вернитесь, пожалуйста. Теплый томат. Вы зависли. О, да, уже есть. И даже наш бар. Здесь всяких брендов есть. Самый лакшери для всех. Это наш террас. Хочу вам показать. С прекрасным видом. Тоже там все облановлено. И такая красота вас ждут. Это главный бассейн. Окрытый. Где люди спают, отдыхают. Это наш Малифский остров. Пониже я вам еще раз буду показать. И это новый ресторан. Херас Пес. Я тоже вам покажу. Вот прям очень стильно стало. Классно. Да, да. Еще мы добавили две лифты, чтобы были более комфортно для нашего гостей. Угу. Мы сейчас спускаем. На первый этаж. Да, на первый этаж. И также буду вам показать наш новый ресторан. Извините, я маски так не ношу, чтобы вам было более слышно. И теперь это наш новый объект. Здесь тоже марки, которые показывают социальную дистанцию. Кстати, марки красивые в виде звезды. Не так, как просто кружочки, как в многих отелях. Очень стильно, креативно. Молодцы. Вот такая золотистая золотистая. Свети. Как золото. И так спускаем. И так же в ту сторону я вам хочу показать. Шесть. У-у-у. И мне не здесь встречает вам наш новый ресторан. Дальше я вас покажу. Так, сходим. Ресторан у нас и такой. Все новое, обновленное. И как раньше. Здорово. Так. Прям новый отель. Не узнать. Конечно. И мы так выбрали. Именик, как вы видите, один столик у нас пустой, а второй можно сидеть. И третий тоже так, потому что для социальной дистанции мы обращаем большое внимание. И так же. Вот здесь второй. У нас сиденья по сиденьям. Ресторан огромный. Очень удобно, очень комфортно для всем. Здесь вы не будете ждать. То есть месяц внешнего нода, если вы хотите, хотя бы. Тоже здесь у нас нода места, которые мы устроили. Да. Еще у нас детский буфет. Лед и тейт уже у нас буквально все. Детское питание. А баночное питание есть у вас? Баночное питание, конечно. На все качество. И так же я выходил. Бассейн хочу вам показать. Как вы видите, это белое пусочек, которое мы привозили. Чистое. Все обожают. И вас ждут такой красоты. Можно сказать так дальше. Сейчас мы продолжаем на детский ресторан. Тоже вам показать буду. То есть как вы видите, у нас много персоналов. Все что-то решают. День открытия. Все все готовят. Все кипит. Все куриет. Здорово. Да. Сегодня всем очень занято. Попертое. Ну, у нас все готово. Один раз. День открытия. День открытия. Что-то вам показать. Вот. Вот здесь начинается. Здесь у нас огромный телевизор, который показывает мультики для детей. И место похудения как-то готово. Будет так. Тоже входит на террасу. И подогревается блендер с детской питанией. Тоже мы перевозим. В холодильник. То есть буквально все будет здесь. Так все мило. Я прям не могу без улыбки смотреть. Особенно вот Кэнди Лэнд, Кэнди Таун. И сейчас детский уголок. Прям оно все такое милое-милое. Вроде не ярко. Но знаете, не такие не плечащие. А приглушенные яркие тюна. Очень стильно. Оно реально молодое. То есть, а вы знаете, у нас территория слишком огромная. Детский уголок в метро. Поэтому сразу я не успею вам всем показать. Пишу. У нас размещение очень свободно. Как вы видите. И на ресторане, и на пляже. И главным зданием. И для бассейна. У нас нет ни одного проблем, чтобы люди так свободно сидят. И также здесь у вас встречается бунгал, который окрывается прямо на бассейн. Для всех. Сейчас гости спают, поэтому аккуратно снимаю видео для вас. Это наш местный убийство. Здесь у нас много ресторанов, которые приглашают, что они вам предоставляют еды. Вот слева я добавлю. Да, мы прошли там, где делают печеную картошку. Правильно? Да, бар. И вот дальше кофейня и бар. Да. Это у нас концепт. Барс. Биларс называется. У нас четыре алиокарта. И все алиокарты будут бесплатно. Я буду вам показать про алиокарты дальше. Это очень длинная территория. Поэтому люди могут в таком длинном пляже купаться. И прямо отдохнуть в ресторане. То есть алиокард у нас вечером работает как алиокард. А днем работает как некий ресторан. Поэтому здесь очень свободно отдохнуть, купаться, подальше зайти туда, пить, наслаждать и отдохнуть. Я хочу добавить, что для клиентов, которые рассматривают Ваш отель, ВОК и для отдыха, что несмотря на то, что в Бодруме везде бетонированные пляжи либо скалистые, у Вас есть замечательный песочек, где можно детям лепить какие-то пасочки, что-то копать. И, конечно, приятно входить в воду. То есть вот такое классное исключение из правил по Бодруму. Правильно. Здесь у нас очень длинная пляж. 760 метров для главного здания. А еще, как Вы видите, там один ресторан. Это для VIP-класса отдыха. У них свой пляж, свой ресторан, свой отдельный пирс, отдельный пунгалок. То есть для VIP-класса у нас буквально все придумано. Они будут очень комфортно отдыхать, если у нас песок перевозной. Каждый год два раза мы это обновляем. Также. И в Бодруме такой длинный пляж нигде больше нету, кроме нас. То есть это у нас один из самых большой плюс. Просто в Кэндилен и Кэндилл, конечно. Как Вы видите, люди же могут отдохнуть взрослым, одеть спокойно на Кэндилландре, на Кэндилландре, отдохнуть. Также время, это будут прекрасные отдыхы для родителей. Также, дальше хочу Вам показать наш бар, как днем он работает. А еще здесь можно выпить настоящий кофе, тоже заварной. Для этого необязательно идти в Вашу кофейню, которая находится на первом этаже. И вот с шикарным видом на море, с огромным удовольствием выпить это кофе, наслаждаясь видом. Вид сумасшедший. Конечно, я могу сказать, что лучшего не только в Годбрэм, а нигде нету. И так, очень длинно так продолжается. То есть, будет это очень долго для Вас. Извиняюсь, потому что территория очень длинная. Чтобы Вам было комфортно, сейчас я позову баги. Буду Вам показать примерную одну виллу, что у нас там. И какой вид, какой территория Вас ждут. То есть, сейчас я спешу. Хорошо. Поворачиваю камеру для Вас. И территория слишком большая. Лучше делать одну прогулку. Сыбаги. Наш товарищ сейчас придет и забирает меня. Это все, Аня Акар? Пока продолжается. Я не знаю. Я вообще периодически на это все смотрю. Забываю вопросы, которые я хочу задать. Потому что я уже мысленно там. Тем более, когда ты был в отеле. И вспоминаешь атмосферу. И, конечно, сейчас у Вас все по-новому. После ремонта. И окунаешься заново. Представляешь, как это там все. Ну и не вспоминать действительно красивую эту бухту, красивое море, ну, достаточно тяжело. Даже прогуливаясь с Вами онлайн. Вот отсюда хочу Вам показать. Здесь у нас продолжается алла-карт как длинная, как Вы видите. А дальше здесь, нет. Дальше там у нас ресторан для вип-класса, для виллых. Как Вы видите, у них свой пирс, свой пляж, свой булгалы. То есть там замечательная услуга. Приятный вид отдыха. Для Вами Дагмирис. И территория вот примерно хочу Вам показать. 200 тысяч квадратных метров. Вот такая площадка. Показать Вам немножко трудно. Как повествует, к сожалению. Как Вы видите, здесь у нас 46 вилл с прекрасным видом. И также каждого вилла, с видом горя, является свой личный бассейн. Полностью оборудование кухни. Как называется категория этих вилл? Они просто так и идут в прайсе вилла? Или какие-то... У нас 4 типа вилла. Приджемский, Папулеон, Афродит и Пастейдон. Так называется. Сейчас Вам приятно одного покажу. Как Вы видите, здесь виллённая территория. Беши-беши. Попробуйте иметь дело. Аля. Вот это вам джест. Итак, здесь нет ни одной ступеньки. Но это всё выровняет. Поэтому люди могут добраться до пляжа с колясками. И также у нас для вилла является баги-сервис. Это бесплатная услуга. Для этого тоже у нас нет ни одной подъем. Прямо за видом. Это первый вход. Здесь у нас буквально всё. Телевизоры, как Вы видите, это Samsung. Новая. И про кондиционеры. Хочу Вам напоминать, которые вы спросили. Вот это наш пульт. Байки. Который подключается к Wi-Fi. Очень удобно использовать. И про вид. Как Вы думаете? Здорово. Отличный бассейн. Да. Я эти виллы, кстати, не видела, когда мы были в Вашем отеле. Мы только смотрели анекс-номера и те, которые в основном здании. Поэтому с большим интересом смотрю. А сколько квадратов в этих виллах? 200 или чуть меньше? Нет, больше. 380. Класс. Да. Также, как Вы видите, здесь вид, да. Здесь тоже отлично. Сейчас больше Вам покажу. Второй этаж. Какое у нас спальное, спинное, салон, кухню хочу Вам показать сейчас. Тоже очень важно. Здесь, как Вы видите, все оборудование есть. Посудомаечная машина. И так далее. Другими тоже. Копы машины. Здесь называется не мини-бар, а огромный бар, как в холодильнике. То есть, буквально все есть. Сейчас покажу второй этаж для Вам. Это будет просто ход. И дальше. Второй этаж. Это наш первый этаж. Как Вы видите. Сколько комнат на втором этаже? Здесь 4 комнаты. Одна спальня, вторая, вот где было 2 кровати, это спальня для детей, да, или, ну, для еще, там, других членов. Да, да, по одному. Для семьи. А какие еще комнаты? Сейчас Вам покажу. То есть, вот эта комната прямо открывается. Тоже. Потрясающий вид, конечно. Конечно. С балкона в бассейн прыгать можно? Я думаю, что не нужно. Но построено так, что можно, я поняла. Нам, да, очень важно. И это тоже 2 спальни, которые Вы видите. Тоже все, мебелью, кроват, все какие-то материалы. То есть, получается, на втором этаже 3 спальни. А что, беденец еще? Сейчас. Даже 4, покажу. Тоже. Собидем море. Здесь свой балкон. Прекрасный вид. И дальше я продолжаю. Буду показать Вам. И очень важно, ванная. Ой, какая большая и стильная. Да, естественно, я хочу Вам показать, какой у нас планомер, что есть. Так же. Сейчас. Косметика у Вас, кстати, которая, собственно, очень приятно пахнет и приятная для кожи. Это вот прям отметила себе. Да, это 3 спальни для детей или для других костей. Это четвертый номер, который Вам покажу. Как Вы видите, здесь всяких номеров со всяким качеством. Текстильные материалы обновлены. А сколько максимально может размещаться, если есть такая информация в такой вилле? 6-8 человек сколько? Здесь размещается, да, даже 8. 8. 8. Это по категориям, да. По информации будем дать, когда люди будут планировать. По категориям, я вас, да, отсылаю информацию и так же. У Вас есть какой-нибудь вопрос? Вопрос? На самом деле у меня, наверное, не вопрос, а я хочу сделать Вам огромнейший комплимент. Приятно удивлена ремонтом. У виллы вообще no comment. У меня уже в голове туристы, которые могут там отдыхать. Ну что, море, как обычно, красивое в Бодруме, плюс песчаный пляж. Наверное, я хочу подытожить просто Ваши фишки. Зачем, уважаемые клиенты, хочу перечислить, зачем и почему стоит выбирать отдых в отеле Vogue. Я очень приятно удивлена. Это первое, ремонт. Второе, красивая территория, как и была. Третье, Candy Land и Candy Town. Да, он такой, да, рай детский, потому что действительно в Бодруме отеле с таким наличием детских развлечений больше нет. Третий, ой, четвертый момент – это вкуснейшее питание. Обязательно фреши, обязательно акцент на здоровую еду, обязательно хороший выбор. Я думаю, что в этом году все так же и останется. И тоже вот приятный такой бонус, реновация абсолютно всего и абсолютно новый стиль. Честно вам скажу, я от стиля в восторге, потому что часто даже до этого, когда мы предлагали клиентам нашим Ваш отель, ну вот искренне признаюсь, не всем нравится вот этот помпезный стиль. Отель дорогой, все все понимают, территория красивая, все везде вкусно, сервис на уровне, но не всем хотелось вот такой позолотой. Сейчас вот понимаю, что не будет вообще проблемы предлагать клиентам Ваш отель, как говорится, на любителя. Мне кажется, он понравится абсолютно каждому. Все правильно. Для семейного отдыха мы все придумали. В прошлом году Вас ждут. Еще много сюрпризов. И самое удобное, комфортное отдых. Спасибо Вам, Хусейн, огромное. Спасибо огромное за такой онлайн-обзор. Я окунулась с головой, безумным интересом прошлась с Вами. И очень хочется верить, что у каждого из нас и у Вас и у нас будет замечательный сезон, чего я Вам желаю. И очень надеюсь на чартерах, которые будут лететь в Вашу сторону, будет очень много туристов именно в Вашу гостиницу. Спасибо Вам огромное, что Вы нам дали возможность, чтобы делать нашу презентацию. Мы всем будем ждать с прекрасным отелем. То есть мы готовы. Спасибо.